Прямо сейчас с места событий выходит прямой связь со студией Андрей Сапегин. Андрей, здравствуйте. Ждём от вас в последних подробностях. Нам стало известно о том, что подвезли тепловые пушки для того, чтобы те люди, которые могут быть до сих пор под завалами, не получили серьёзное обморожение. Вам слово. Да, коллеги. Тела четырёх погибших обнаружены. Тела четырёх погибших в результате обрушения стен и перекрытия этого подъезда обнаружены. И тела двоих спасателей извлекли из-под завала. О том, как продвигается поисково-спасательная операция здесь, в Магнитогорске, журналистам рассказал глава МЧС. По его словам, спасатели действуют очень осторожно, поскольку высока вероятность повторного обрушения стены перекрытий. И учитывая этот факт, а также то, что до сих пор неизвестно, сколько находится людей под завалами, глава МЧС не берётся предположить, сколько продлится поисково-спасательная операция. Слово Евгению Зиничеву. Сколько будет продолжаться работа? Сложно сказать, и даже специалисты не могут сейчас ответить, в связи с этой стеной, сколько это будет. Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно. Тем временем всё организовано для того, чтобы пострадавшие могли с комфортом расположиться. Имеется 300 места в специально отведённых для этого местах, но большинство людей неохотно спешат там располагаться и отправились к своим семьям в дома своих близких. Давайте послушаем губернатора Челябинской области. В площади и помещения для размещения 300 человек. Люди, в принципе, об этом извещены, но только одна семья приняла решение воспользоваться нашим предложением. Все остальные разместились у родственников. Тем не менее, повторяю, что на 300 человек мы готовы принять тех, кто примет это решение. Буквально час назад работал ещё и волонтёрский центр, куда магнитогорцы приносят тёплую одежду и продукты, и питание. И несмотря на то, что власти объявили об окончании сбора гуманитарных средств, но жители города продолжают нести гуманитарную помощь. Слово одному из волонтёров волонтёрского центра. Всё, что здесь собрано полностью, и это ещё не всё, у нас несколько кабинетов, ещё один актовый зал, они полностью забиты продуктами, вещами, посельным бельём, подушки. То есть у нас был пущен клич, грубо говоря. И всё это несли наши жители, жители города Магнитогорска. Работы на месте завалов продолжаются в две смены по четыре часа. Сейчас на месте работают 575 спасателей. Коллеги. Спасибо, Андрей. О том, как идёт сейчас спасательная операция на месте взрыва газа в Магнитогорске, нам рассказал Андрей Сапегин.